Всем привет! С вами Дмитрий Петров и вы смотрите программу «Футбольный регион» на канале «Губерния». Как вы наверняка догадались по пейзажу за моей спиной, эту программу мы снимаем не в Самаре, а в турецком городке Белик, где, может быть, и футбольной команды профессиональной своей нету. Зато чужих хоть отбавляй. С января по март здесь квартируют десятки футбольных клубов. Вот и крылья в качестве места дислокации на последнем сборе выбрали берег турецкий. За финальным этапом подготовки крыльев-советов к чемпионату России будем наблюдать вместе. Перемены в тренировочном процессе крыльев от сбора к сбору видны невооруженным глазом. Во-первых, вместо двух занятий в день самарцы теперь проводят только одно. По мере приближения стартовых игр чемпионата мышцы нагружаются все меньше, а акцент делается на тактику и командные взаимодействия. Правда, на прошедшей неделе крылышки все-таки получили дополнительную нагрузку. Мы единственное, что чуть-чуть увеличили работу в этом недельном цикле. Ну, это специально сделали, чтобы чуть-чуть подтянуть тех футболистов, которые пропустили сборы. Мы пошли на это, но сейчас уже там мы будем готовиться непосредственно к игре. Еще одно важное изменение – количественное. Если на Кипре наряду с основным составом в тренировках участвовали футболисты, находящиеся на просмотре, то теперь ни одного лишнего человека на занятии нет. 20 полевых игроков и 3 вратаря – более чем достаточно. Александр Федорович подбором игроков, находящихся в его распоряжении, доволен. Есть и основа, и равноценная замена в каждой позиции. У нас есть Салагов, есть Тиф, здесь есть группа тоже в центральной зоне. Сейчас, если Бразильц мы возьмем, договоримся, то еще одна, одна центральная зона. Есть слева у нас Молыш, если нет, Новинский есть, который молодой тоже может сыграть и выйти. Вот так же в середине у нас достаточно много игроков. Нападение тоже у нас есть, кому играть. Уже сейчас тренерский штаб ведет подготовку команды с прицелом на игру в Нальчике. Основной упор на противодействие плотной эшелонированной обороне. Не забывают и про стандарты, которые год от года становятся все более грозным оружием. Отработке взаимодействий при штрафных и угловых посвящена едва ли не половина занятия. Заканчивают работу наши парни аккурат с заходом солнца. Впереди еще неделя подготовки в Кисловодске, а затем долгожданный и волнительный матч открытия сезона в Нальчике. Завершили крылья третий сбор двумя встречами с бронзовым призером прошлогоднего чемпионата – Казанским Рубином. Команды показали интересный, содержательный футбол с большим количеством опасных моментов и забитых мячей. Казалось бы, самое время показать вам самые яркие эпизоды этих матчей. Но мы, увы, этого не сделаем. Вы видите, как главный тренер Рубина Курбан Бердеев дает своим подопечным установку на игру против крыльев. Наставник эмоционален, сразу видно, как важна для него эта встреча. Обще известно, что Курбан Бекевич очень много внимания уделяет стратегии и бережно хранит тактические секреты своей команды. Даже просто посмотреть за ходом матчей крыльев Рубина никто из посторонних лиц не смог. Мы были наслышаны про особый подход Бердеева к любым СМИ и не очень удивились, когда сразу после окончания разминки нас попросили выключить камеру. Посмотреть в этих матчах было на что. Крылышки, хоть и уступили в обоих поединках 2-3 и 1-3 соответственно, показали красивую и содержательную игру против соперника, который уже начал сезон и находится в лучшей форме. Один только гол Евгения Савина, забитый ударом в падении через себя, заставил сердце замереть от восторга. Но, увы, видеозаписи этого шедевра в природе не существует. Мы приносим вам свои извинения, что не можем показать даже фрагменты этих встреч и благодарим пресс-службу ФК Рубин за предоставленные фотографии матча. С самого первого предсезонного сбора крыльев, который проходил на Кипре, вместе с командой тренируется атакующий полузащитник Владимир Приемов. Украинский футболист сразу произвел хорошее впечатление на тренерский штаб команды, а на минувшей неделе крылья подписали с ним контракт на два с половиной года. Самое время познакомиться с новобранцем самарцев поближе. Владимир Приемов. Родился 2 января 1986 года в Одессе. Крайний полузащитник, нападающий. Выступал за подмосковный Сатурн, Металлург и Шахтер из Донецка, Одесский Черноморец. За сборную Украины до 21 года провел 9 матчей, забил 3 гола. Владимир Приемов по футбольным меркам еще достаточно молод, но, тем не менее, его можно без каких-либо оговорок назвать опытным футболистом. На заре карьеры Владимир успел поиграть во второй Бундеслиге за энергией из Котбуса. Затем познакомился с российским футболом в молодежном составе Сатурна, а после вернулся на родину, где быстро заслужил внимание тренеров молодежной сборной и наставника грозного шахтера Мирчи Луческу. Заиграть в основе горняков у Владимира не получилось, и он решил снова попробовать силы в России. При выборе команды решающим фактором стало приглашение от Александра Тарханова. Я был когда-то, работал с ним в Сатурне, когда мне еще было 18 лет. Хороший специалист, мне нравится стиль игры, можно так сказать, поэтому и приехал сюда. Игровое мастерство позволило Владимиру быстро адаптироваться к командной игре. Ну а с тем, чтобы освоиться в коллективе крылышек, проблем не возникает ни у кого. Я сам в прошлом году приезжал в команду, не знал никого. И сразу же практически понял, что коллектив тут очень хороший и легко вписаться в него. Я думаю, что Володя точно так же вписался в наш коллектив, в нашу команду. Я думаю, с этим проблем ни у кого здесь не возникло, ни у одного из новичков. Важное качество приема – универсализм. В современном футболе умение футболиста сыграть на разных позициях особенно ценится тренерами. Владимир даром, что нападающий, не гнушается оборонительной работы. Участвует в отборе мяча и одинаково опасен для противника как на острие атаки, так и при подключениях из глубины поля. Мне достаточно комфортно на многих позициях, потому что я за свою карьеру поиграл и справа, и слева, и в центре, поэтому нет никаких проблем. На данный момент Владимир занимает в тактических построениях Александра Тарханова место на левой бровке. В прошлом году на этой позиции успешно играл Павел Яковлев. Молодой спартаковец вернулся из аренды в расположение команды Валерия Карпина, но тренерский штаб по этому поводу уже не беспокоится. Замена в лице Приемова выглядит как минимум равноценной. Роберто Баджо, Мишель Платини, Христо Стоечков, Роналдо, Лионель Месси. Всех этих футболистов объединяет то, что они в разные годы становились обладателями золотого мяча. Любители футбола со стажем отметят, что все эти ребята играли в атаки. В самом деле, золотой мяч чаще всего получают те, кто больше забивает или на худой конец отдает больше всех голевых передач. Но ведь умение защищаться и отбирать мяч ничуть не менее ценно, иначе на поле выходили бы только форварды. Считается, что настоящий мастер не часто стелется в подкатах, не нарушает правила вблизи своих ворот, зато отобрав мяч, умеет начать контрнаступление своей команды. Сегодня мы предлагаем вам мастер-класс по игре в обороне от капитана Крыльев Советов Ивана Таранова. Иван Таранов. Родился 22 июня 1986 года. Центральный защитник, опорный полузащитник. В матчах за Крылья дебютировал 14 марта 2008 года. За три сезона в Крыльях Советов провел 72 матча, забил три мяча. В 2010 году выбран капитаном команды. Смотри, игра один в один. В чем суть, в чем тонкость? Если игрок идет на скорость или, наоборот, обыгрывает с места, есть разница, как располагаться, как дистанцию правильно выбрать? Ну, смысл в том, наверное, как и у игрока того, который с мячом. Смысл в том, чтобы обмануть соперника. Где-то, может быть, ты идешь на меня, я тебе показываю ложные движения, ты начинаешь пробрасывать, я в это время начинаю просто пласироваться и, соответственно, овладевать мячом. Но ты как-то располагаешься боком, да, к игроку? Ну, естественно, боком на полусогнутых ногах, чтобы не на прямых ногах, тогда тебя можно будет легко прокинуть. Но в основном это все по ходу игры, как бы, рассматривается. То есть, бывают разные моменты. Бывают и с места человек видит все и может спокойно дать, не стоит на него вылетать. А бывает, когда он ведет и не видит, куда отдавать. Тогда ты уже, соответственно, сближаешься, уменьшаешь расстояние и пытаешься отобрать мяч. Когда идет контратака соперника и когда человек может находиться спиной к нашим воротам, я его просто буду поджимать и буду видеть, что здесь бегут еще атакующие игроки. Естественно, где-то лучше сделать мелкий фолк, чтобы вся команда отошла назад спокойно и начали оборону. Ну, давай, попробуем. Изучаешь манеру нападающих, которые будут против тебя играть перед каждым матчем? Ну, конечно, да. Всегда хочется знать сильные качества нападающего, что он чаще всего какой прием принимает в игре. Либо это бросает себе на скорости и бежит. Либо ходит где-то в центр с мячом, может быть, наоборот старается сыграть пас и тем самым открыть себе зону. Конечно, да, изучаешь. У нас довольно-таки такой хороший чемпионат и много таких хороших нападающих, которые могут и убежать, и реализовать свой момент. Но на данный момент это все-таки, наверное, Велитон с ним сложнее всего. Он ищет эти зоны, эти пространства, вырывается туда. И что характерно для него, для высококвалифицированного игрока, это он реализует моменты, которые у него есть. А тебе с кем играть проще? С такими габаритными ребятами, как Ян Коллер, Кевин Курани, которые выбирают здоровую позицию, очень в силовой борьбе хороши? Или наоборот с юркими нападающими, как Велитон или Вагнер, которые врываются в зону и обыгрывают здорово? Ну, я думаю, конечно, проще сыграть все-таки с высокими и менее подвижными игроками нападающими, нежели быстрыми скоростными, и которые на ходу все быстро делают. Здесь главное выбрать правильную позицию, тоже так же не пустить, допустим, к воротам огромного, в принципе, всегда они принимают. Либо полубоком, либо спиной стараются, что-то дело, только выжать немножко, чтобы он отыгрался, и все, все уже в свою зону. Естественно, проще играть, более неподвижно, с менее подвижным. Полубоком стараюсь всегда тебя по движению принять, допустим, не пустить тебя. Если я вижу, что у меня здесь есть страховка, то, естественно, я буду стараться закрывать ту зону, где нет страховки. Чтобы ты, если уходишь сюда, чтобы я до конца шел с тобой. Если ты уходишь в эту зону, то здесь меня могут подстраховать, соответственно, я уже могу развернуться и страховать тоже своего напарника. Там вышел уже этот, эмболи уже подобрал-то. Видишь, у меня есть такая задача, чтобы не выдернуться на тебя, чтобы ты пробросил мяч и не успел за ним, чтобы я тебя опередил просто. Решите? Показываю. Вот и бросаешь, чтобы я тебя опередил, поставь. До свидания. И выход из обороны с ними не живу, садь. После окончания тренировок многие футболисты остаются поработать индивидуально. Отрабатывают передачи или удары по воротам. Именно в этот момент мое внимание привлек незнакомый паренек, самозабвенно гоняющий мяч по газону. Неужели к нам на просмотр? Оказалось, нет. В команду пока не берут, годков маловато. Но дайте срок, зайдет на футбольном небосклоне еще одна звезда. Ярославу Молышу только два с половиной года, но уже видно, парень унаследовал отцовский талант к футболу. Не успела закончиться очередная тренировка, как Антон Соснин был установлен в ворота, а миниатюрная копия суперсовременного мяча Джабулани на удобную для удара точку. Раису Мболе можно не опасаться конкуренции. Как не прыгал Соснин по углам, все равно раз за разом вынимал мяч из сетки. Спустя 10 минут, освободившись из цепких рук массажиста, к процессу подключился и папа. Как с гордостью сообщил нам Дмитрий Молыш, здесь в Белике вместе с ним вся его семья. И сын, и супруга Екатерина, которая, правда, предпочла наблюдать за мужскими забавами со стороны. Разумеется, мы не могли упустить возможность познакомиться с футбольным семейством поближе. Дима, представь нам, пожалуйста, свою семью. Жена моя Екатерина и сын Ярослав. Обычно футболисты общаются с семьями на сборах по скайпу или по телефону. Ты взял всех с собой. Тренерский штаб-то не возражал? Тренерский штаб сам это разрешил. Изначально это было в расписании у нас, что на вторую неделю, у кого есть желание у футболиста взять с собой свою семью, чтобы команда, можно сказать, познакомилась больше друг с другом, и семьи с друг другом. Ну, я взял, у жены спросил, они только забыли. Ребенка вот первый раз взяли, на футбольные сборы, можно сказать, посмотрел. Он команду познакомился с командой. Малышей познакомил спорт. Катя – фигуристка, а с защитником сборной Белоруссии познакомили друзья-спортсмены. И Ярослав к спортивной карьере готовится с малых лет. Поэтому берем его на сборы, чтобы уже смотрел по распорядку, дня жил, все. Ему нравится. На тренировки ходит с нашей командой. Все, после тренировки уделяем ему 10 минут занятия, тоже бегает, мяч пинает. Катя без раздумий согласилась ехать с супругом на сбор. А уж официальных матчей с участием Димы не пропускает никогда. Мне нравится ходить на игры, когда есть возможность. Я всегда хожу на игры. В Новосибирске мы ходили вместе с Ярославом на второй тайм, потому что два тайма – это нереально было. Вы сидите. А когда дома игры, ну, если в сборной, то Ярослав с бабушкой, я все время хожу на игры. На этот раз возможностью приехать на сбор с семьей воспользовались не все. Но нет сомнений, что в следующий раз желающих будет больше. Очень понравилось и хотелось бы, чтобы такая традиция даже была. Александр Федорович Старханов, наверное, первый тренерский меня к работе, который официально разрешил одну неделю взять жену. Я считаю, что это очень хорошо, потому что ребята уже больше двух месяцев на сборе. Я так общаюсь с нас в команде, ребята, которые жены не взяли. Все говорят, что психологически уже тяжело от дома, потому что столько времени. Есть возможность приезжать. Вроде и работаешь, и вечерами можешь с семьей проводить время. Теперь малышам предстоит переезд на берега Волги. Ярослав пойдет здесь в детский садик, а позже, может быть, и в футбольную школу «Крылья Советов». Наверняка гостеприимная Самара станет для этой семьи вторым домом. На этом я, Дмитрий Петров, прощаюсь с вами. 12 марта мы вместе с замиранием сердца будем следить за матчем «Крыльев Советов» против «Спартака» и «Знальчика». Разумеется, ровно через неделю все перипетии этой игры, а также важнейшие события из мира самарского футбола мы обсудим вместе в программе «Футбольный регион» на канале «Губерния». Пока! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok